Что бы я сделал для родного города, если бы был Дедом Морозом? Об этом предложили порассуждать самарским школьникам, чтобы принять участие в новогоднем конкурсе сочинений, который провели городские депутаты и департамент образования. 11-классница Арина Бахарева в своей работе отметила, что город в последние годы заметно преобразился и готов стать настоящим туристическим центром. Я всегда очень радуюсь, когда наш город приходит к таким изменениям, это всегда очень интересно наблюдать. Например, я принимала участие в «Субботнике» на Ташкентской, а сейчас там очень красивый сквер, где я очень люблю гулять с друзьями. Но в своем сочинении я писала, что это мало кто видит, и больше бы туристов хотелось в нашем городе. В других работах школьники также рассуждали об изменениях в городе. Кто-то предлагал использовать волшебство Деда Мороза в строительстве новых дорог и социальных объектов, помощи всем нуждающимся и создании новых возможностей для развития горожан. Все работы были объединены любовью к Самаре. Это конкурс, где мало того, что какие-то творческие способности оцениваются, так еще и можно просто проявить себя и показать, насколько дорог тебе свой родной город и как ты готов о нем заботиться. Авторов 20 лучших работ и победительницу конкурса Ангелину Мартынову наградили в Самарской городской думе. Подарки лауреатам вручали глава Самары Елена Лапушкина, председатель думы Алексей Дегтев и сам главный новогодний волшебник Дед Мороз, чью роль на себя примерили школьники. Честно говоря, читала сочинения с огромным удовольствием, потому что они действительно позволяют, даже не видя вас, понять, что на самом деле вас волнует, что на самом деле вас беспокоит, и то, что вы считаете для себя важным, и то, что вы для себя считаете тем самым жизненным ориентиром. Мои отдельные слова благодарности, конечно, вашим педагогам, вашим родителям, вашим бабушкам и дедушкам, только за то, что они воспитывают вас думающими и добрыми людьми. Классальная работа, выполненная вами, которая проявляется интерес к жизни, интерес к городу, не просто интерес, а любовь к городу. Интерес к тому, что все происходит. А вот это для нас дорого стоит. Всего в конкурсе, который стал традиционным, в этом году приняли участие почти 4,5 тысячи ребят из 142 образовательных учреждений города. Многие идеи и сочинения депутаты возьмут на заметку для дальнейшей работы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.